Тревожный сигнал для Кремля Нищета россиян становится взрывоопасной Экономика Экономический кризис 5 июля 2032 Тревожный сигнал для Кремля Нищета россиян становится взрывоопасной Даже банкиры предупреждают власть о возможных социальных волнениях из-за падения доходов Сергей Аксенов Комментарии в просмотрах 16811 Фото Дмитрий Рагулин ТАСС материал комментируют Алексей Рощин Анатолий Баранов Валентин Катасонов Экономических причин для возможных социальных волнений с каждым днем становится все больше В 2019 году уровень сбережения россиян будет падать Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева По ее словам, причиной падения станет динамика доходов россиян и потребительского кредитования Действительно, в минувшем 2018 году реальные доходы населения упали на 0,2 Причем, это падение продолжалось пятый год подряд И хотя Владимир Путин публично утверждал обратное, цифры растат и упрямая вещь Финансовые возможности россиян сжимаются Вместе с тем, долг россиян перед банками вырос до 16,7 ТРЛН рублей, прирост за год 3 ТРЛН рублей В мае глава Центробанка Эльвира Набиулина говорила, что российские заемщики направляют на погашение кредитов до 44% своих доходов В результате этих процессов средств, которые можно было бы направить на сбережения у людей остается все меньше Согласно апрельскому опросу Левада Центр, две трети семей, 65% вообще не имеют сбережений А 81% доходов россияне вынуждены тратить на текущие потребления Читайте также Пенсионная реформа, Россию превратили в тюрьму для нищих и больных стариков Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого отношения к пожилым От зарплата зарплаты вынужденный стиль жизни большинства соотечественников Как всегда, правильный ответ заключен в самом вопросе Россияне вынуждены тратить 81% доходов на текущие потребления О каких сбережениях может идти речь? Проедают запасы Вот чего, считает главный редактор форум МСК Анатолий Баранов Разумеется, не все проедают запасы Иначе бы на текущие потребления тратились не 81, а все 100% Но кто попадает в число счастливчиков, которым удается откладывать хотя бы 20% от заработанного? СП Да, кто это? И тут есть ответ Суммарное состояние российских олигархов за год выросло На 38 миллиардов долларов Колоссальная цифра Почти годовой бюджет Украины Вот только эти деньги навряд ли фиксируются как рост вкладов в Сбербанке У этих граждан вклады обыкновенно в более комфортных странах, чем Россия А большинство уже давно раскупорило кубышку Но реальная картина обнищания еще катастрофичней, поскольку большинство работающих граждан РФ Именно работающих, зарабатывающих, вообще не имеет никаких сбережений Живут от получки до получки СП Что это значит? Тот, у кого сбережения есть, покрывает дефицит своей индивидуальной потребительской корзины, снимая деньги со вклада в Сбербанке А тот, у кого сбережений нет, сокращает потребление Как в старом анекдоте Папа, тебе сократили зарплату Это значит, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты теперь будешь меньше есть По мнению профессора кафедры международных финансов УМГИМО Валентина Катасонова Одна из причин снижения сбережений в том, что россияне стали бояться банков Прирост депозитов в коммерческих банках прекратился Центробанк рисует какие-то цифры прироста Но это обусловлено начисляемыми процентами Это деньги коммерческих банков, а не физических лиц их клиентов Так что у населения уже довольно давно денег нету И кроме того, люди боятся уже банков как черт ладана Деньги-то сгорают Сгорают по разным причинам СП, а как же страхование? Да, система страхования вкладов существует Но по крупным вкладам компенсации, как вы понимаете, не происходит Есть лимит покрытия рисков клиента Предельная сумма сейчас 1,4 миллиона рублей АВТ А потом сплошь и рядом происходят такие злоупотребления, как забалансовые депозиты СП, это еще что такое? Это, конечно, политкорректное выражение На самом деле, речь идет о том, что банковские работники берут деньги клиента, но счет депозитный не открывают Сначала клиент ничего не подозревает, его обслуживают Но когда наступает банкротство банка, ему агент страхования вкладов говорит А вас здесь не было Таких махинаций сейчас очень много Я как раз статью пишу об отзыве банковских лицензий Сначала думали, что это какая-то экзотика А потом оказалось, что весьма распространенные явления В Центробанке даже собираются создать некую общую базу Чтобы отслеживать происходящее и не допускать никаких забалансовых операций Путинское поколение не видит будущего в России и презирает чиновников Нынешняя молодежь четко ориентирована на Запад и разочарована в госслужбе Следствием высокой тревожности будет высокая депрессивность На улицах мы будем видеть меньше улыбок, меньше смеха, других добрых проявлений Людям будет не до этого Общественный фон будет более настороженным Кроме того, в семьях, где нет сбережений родителям некогда заниматься своими детьми Дети предоставлены сами себе Растет расслоение и это повышает уровень общественной агрессии Вспомните, как в неблагополучные позднесоветские и в 1990-е годы в городах были молодежные банды Было опасно ходить по улицам В случае увеличения оторванных от общества людей, у которых ничего нет, но при этом все вызывает зависть Нам все это вновь может грозить Общество в этом случае становится менее устойчивым и более подверженным разным колебаниям вплоть до бунтов, беспричинных вспышек, насилия и т.п. Это близко к известной формуле о пролетариате, которому нечего терять, кроме своих цепей С.П. Ну, да, когда у тебя ничего нет ничем не рискуешь Зато в результате бунту можно что-то приобрести Именно поэтому в 20 веке капитализм старался что-то дать пролетариату, чтобы ему было чего терять и он бы вел себя более смирно Ему в этом случае есть за что опасаться Соответственно, если наши люди будут чувствовать только одни цепи, их будет легко взбудорожить, поднять на что-то агрессивное Тут уже речь не о молодежных бандах, а об общих волнениях С.П. То есть, если власти хотят стабильности, им надо вести такую политику, чтобы люди что-то имели за душой Конечно, потому что если этот крантик закрутить, то реальным становится тот самый, по Пушкину, русский бунт бессмысленный и беспощадный Новости Иркутской области Губернатор Левченко провел заседание в зоне стихийного бедствия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова